Добрый день, друзья! Ну что, до 2021 года Украину ждут серьезные изменения. Страну собираются поделить на новые административные единицы. Вместо районов будут округа, а управлять на местах станут префекты. Областные государственные администрации и районы государственные администрации уйдут в небытие, а деньги обещают оставить на местах. Все эти изменения – дело рук президента Украины Владимира Зеленского. Он уже подал в Верховную Раду законопроект и планирует переписывать Конституцию. Если ему это удастся, то он получит просто колоссальную власть не только в Киеве, но и в каждом регионе Украины. Президент получит право увольнять мэров городов, депутатов, а также с помощью парламента изменять границы областей. А теперь самое главное. Реформу планируют воплотить до 1 марта 2021 года. Новыми административными единицами станут общины. Их планируют около 1300-1500 единиц, а также округа, их будет около 100, а области останутся. Вместо глав областных и районных администраций назначат префектов. Они будут исполнять надзирательную функцию и смогут через суд блокировать незаконные решения местных советов. Если эти изменения внедрят, то Владимир Зеленский получит колоссальную власть в Украине. Забегу немножко наперед. В Верховную Раду уже внесен законопроект 2598. Он вносит существенные изменения в основной закон страны. Это важно знать каждому, ведь изменения полностью перекроят территориальные устройства Украины. Наш парламент получит право увеличивать или уменьшать любую область. Условно говоря, народные депутаты могут рядовым голосованием перенести село Петушки в Киевскую область, забрав его из соседней, допустим, Житомирской области. Президент же полностью возьмет под контроль все местные советы. Он через своих префектов сможет при необходимости распускать местные советы и держать в узде мэров городов. Далее, вместо районов планируется ввести округа. Но главной территориальной единицей будет община. Это несколько сел и территорий вокруг них, объединенных в одноцелые. Общины можно увидеть уже сейчас. Их сформировано уже, по-моему, более тысячи. Всего их планируется создать, как я уже говорил, 1300-1500 единиц. Согласно закону Зеленского, если какие-то села в срок не успеют объединиться сами, то их объединят по остаточному принципу. Далее районы. Вместо нынешних 490 районов станет около 100 округов. А созданы они будут из прилегающих друг другу общин. В некоторых областях может быть по три округа, а где-то и все шесть. А вот областей изменений не коснутся. Изначально их хотели переименовать в регионы. Но после, судя по всему, отказались от этой затеи. Естественно, услышав все это, многие из вас зададутся вопросом, а зачем все это нужно? Для всех территориальных единиц децентрализация, по мнению президента и отдельных нардепов от «Слуги народа», принесет немало пользы. Если говорить кратко, то экономически они станут самостоятельнее и меньше будут зависеть от Киева. Местные налоги останутся на местах, не будет территорий, на которые власть органов местного самоуправления не будет распространяться. И самое главное – самостоятельность. Проблема будет решаться на месте. Все услуги будут в максимальной доступности для жителей. Также общины смогут объединять свои бюджеты ради воплощения каких-то общих целей или проектов. Условно говоря, для того, чтобы построить детскую площадку, садик или отремонтировать больницу или дорогу, не нужно будет выбивать деньги в областном совете. Ну и естественно возникает вопрос, а как будет с местной властью? И вот тут интересные моменты. Главы общин, депутаты всех советов, округов и общин будут избираться не на 5 лет, а на 4 года. А вот главу окружного или областного совета будут выбирать из числа депутатов только на 1 год. После ротации на другого депутата, фактически система должна помешать укреплению единоличной власти со стороны главы совета. Однако следует отметить, что это может породить намного большие схемы и договорняков ради назначения на 1 год. Идем дальше. Выборы теперь будут происходить по расписанию. Первые состоятся не позже, чем через 90 дней после того, как будет принят закон про административно-территориальное устройство. Следующие выборы будут назначаться на последнее воскресенье октября, каждые 4 года. Теперь поговорим, как Зеленский собирается ставить своих смотрящих, то есть так называемых префектов. Как я уже говорил, глав областных и районных администраций больше не будет. Их заменят префекты. Это такой госслужащий, которого назначает президент Украины после обращения к кабинету министров. Префектов назначат в каждый округ и каждую область. Там они будут контролировать законность деятельности местных советов. Они будут работать по 3 года. Сейчас они работают до момента окончания каденции президента. Система назначения, на первый взгляд, будет схожа с тем, как сейчас выбирают глав областных и государственных администраций. Но логика все-таки другая. Будет создан экспертный совет, состоящий из сотрудников Офиса Президента, членов правительства и экспертов. Они сформируют кадровый резерв из 200 человек. Предварительно 125 из них станут префектами, а еще 75 отправятся в резерв. Он нужен, чтобы заменить тех, кто будет плохо работать. Человек работает, и у него срок полномочий 3 года. Он работает, и если демонстрируют свою эффективность, то происходит ротация, и его переназначают на другую территорию. Но если он показывает, что он неэффективен, то его освобождают и на это место назначают кого-то из резерва. Теперь давайте рассмотрим, какие главные функции будут у префектов. Они будут наблюдать за деятельностью органов местного самоуправления, но они не смогут оценивать эффективность или уместность их решений. Если они увидят, что некоторые акты органов местного самоуправления могут нарушить закон, то сообщают им об этом и советуют, как исправить. Если же органы местного самоуправления не прислушиваются, то префект подает в суд и сообщает информацию об остановке акта. И вот важный момент. Решение, которое будет угрожать территориальной целостности Украины, префект может останавливать и без решения суда. К слову о последнем. В таком случае, кроме остановки акта, префект обращается к президенту Украины, тот временно останавливает полномочия совета и главы совета, которые это решение приняли, а вместо них назначает временного государственного полномоченного. Простыми словами, он следит за порядком, пока идет расследование. Это важный инструмент в возможном давлении президента на местные советы. Префект сможет на свое усмотрение останавливать решение абсолютно любого совета. Повод найти не проблема. Далее президент обращается в Конституционный суд, который должен за 7 календарных дней рассмотреть это обращение. И если он решит, что акт не конституционный, местный совет распускается и идет на перевыборы. Если разобраться, то получается, что по факту и при большом желании президент без проблем отправит в отставку любого мэра или депутата в местных советах. И нужно сказать, что угрозу в этом видят многие. Так, как оппозиционный народный депутат от Европейской солидарности Николай Княжевский считает, что это прямой путь к полицейскому государству. По децентрализованной Конституции, префект будет осуществлять административный надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления. По своему депутатскому опыту скажу, что префекты нужны в первую очередь для того, чтобы гасить конфликт между депутатским корпусом и мэром. Зачастую депутаты большинством голосов на сессии принимают правильные решения, а мэр на него накладывает вето. И вопрос зависает в воздухе. Так вот, для того, чтобы такого не было, и нужен префект, который будет разруливать отношения между мэром и депутатами. Сейчас раздаются недовольные голоса из числа бывших народных депутатов, которые резко критикуют пункт 8.1, который позволяет людям президента, то есть префектам, снимать с должности любого избранного мэра или главы общины. Правда, типа временно. Но мы же знаем, что в Украине нет ничего более постоянного, чем временное. А еще в этих правах есть возможность отменять решения местных советов. Одним словом, мнения по префектам в обществе разделились. Одни говорят, что про свое право избирать и делегировать полномочия своим избранникам можно будет забыть. Президенту, видимо, лучше знать, что вам надо. И теперь дерибан земли и бюджетов пойдет под контролем Офиса Президента. Также вызывает опасения еще несколько пунктов. Рада сможет перекрыть границы областей, например, их объединить, не меняя основного закона. Это прямо написано в документе. Ну и, естественно, основной вопрос, когда же ждать этих изменений? Для того, чтобы запустить реформу и создать новый административный устрой, необходимо провести еще немало работы. Однако же, если все сложится, то регионы, округа и общины появятся на карте Украины уже с 1 марта 2021 года. Ну а пока план действий выглядит так. Конец декабря этого года – утверждение перспективного плана на формирование общин. Февраль следующего года – то же самое на субрегиональном уровне, то есть округа и регионы. Далее, ориентировочно октябрь следующего года – выборы местного совета. И, наконец, 1 марта 2021 года – полноценный запуск реформы. И в заключение я хочу сказать, что этот законопроект Владимира Зеленского уже вызвал уйму нареканий. И, откровенно говоря, при всех позитивных моментах он планово клонит Украину к жесткой авторитарности. Таким образом, глава государства получит реальную возможность через префектов давить на местные советы. И при необходимости менять территориальное устройство и существенно влиять на мэров городов и депутатов. А на этом, друзья, у меня пока все. Подписывайтесь на мой канал. Всем все самое наилучшего. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»